Я Влад Чижов, мне 45 лет. Еда, у меня обострённое чувство справедливости. В конце 90-х мне это чуть не стоило жизни. Но я научился решать проблемы сам. Вначале свои, потом чужие. Я знаю, как вычислить и обойти людей, для которых киняк – это бизнес. И как помочь людям, которые под этих уродок уже попали. Беру ли я за помощь деньги? Нет. Есть проблемы? Будем решать. Один мой приятель прислал ссылочку в интернете на одну очень хорошую семью. Их обманули. У них малоподвижный парень, а им продали какую-то бракованную коляску. В общем, я не стал дожидаться, когда кто-то обратится за помощью. Решил проявить инициативу. А мой друг обещал организовать встречу, собственно, на которую я и приехал. Прочитал пост в интернете и поразился. Люди, о которых пишут, очень скромные. О своей проблеме ни слова. В основном о них говорят другие. Меня это, конечно, поразило очень. Здравствуйте. Я Влад Чижов. Очень приятно. Вам, молодой человек. Мой респект личный. Давайте, может, присядем. Да, давайте. Расскажете, что к чему. Спасибо, что встретиться согласились. На самом деле, все это моя инициатива. Я сам, конечно, очень хочу вам помочь. Вот, честно говоря, вот сейчас надежда только на вас. Потому что настолько руки опустились и, ну, не знаю просто, куда бежать и вообще что делать. История такова, что два года назад Роман попал в катастрофу на мотоцикле. Конечно, это вот до сих пор вспоминаешь, эта картина перед глазами стоит. Это, конечно, просто ужасно. Но, тем не менее, вот он сильный по натуре, вся семья у нас такая сильная. И, ну, решили, что восстановился. Много, конечно, процедур проходили, операции, все это, страшное дело, сколько это все длилось. Но сейчас он уже физически готов к тому, что дальше продолжать учиться и дальше еще и работать. Вот она... Молодец. Жизнь на этом не заканчивается. Да, 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 да. Потому что духом не упал, молодец. Я прям, мой респект тебе. Она стоит 800 тысяч, мы узнали, и продается в Германии. Плюс еще доставка. Конечно, у нас таких денег нет, вы понимаете, столько пошло уже на это лечение денег. Вот, но мы решили в соцсети бросить. Люди помогали, да. Да, да, люди помогли, собрали сумму денег, родственники, друзья еще плюс помогли. Вот, и 100 тысяч Сережа взял в кредит. Да. Все, потом, Сереж, расскажи, как дальше было. Мы, соответственно, выставили пост в интернете, так как люди все-таки через интернет нам помогали и решили, ну, каким-то образом как-то отчитаться, что вот спасибо всем тем, кто откликнулся на нашу беду. И что, вот, необходимая сумма собрана, и мы можем, собственно говоря, приступить уже к приобретению этой коляски. И, значит, через какое-то время нам приходит ссылка на наш сайт, что есть вариант приобрести такую же коляску, аналогичную по функционалу, но только она будет отечественного производства, которое производится в Красноярске. И стоит эта коляска будет на порядок ниже. Подешевле, да. Нет, ну, как бы, предложение-то, наверное, было хорошее, судя по всему. Конечно, однозначно. Ну и в итоге? Ну и в итоге, значит, с нами на связь вышел представитель этой организации, предложил встретиться, заключить договор и, как бы, собственно говоря, предоставить нам эту коляску по этой цене, которую они нам озвучили. Нам прислали лицензии, нам прислали договор, мы все тщательно изучили. Все было, вот вообще проверили, ни к чему не придраться абсолютно. Есть официальный сайт у этой организации, то есть, как бы, придраться особо и не к чему. Ну и в итоге, как вас обманули, как, собственно, пришли к тому, что... В результате приехал к нам домой представитель этой организации, вот, мы подписали договор, сделали соответствующую предоплату. Предоплату, естественно, да. Даже нам коляску поставили. И когда мы пытались, собственно говоря, начать ее эксплуатировать, оказалось, что коляска неисправна. Мы пытались позвонить по телефону, который был указан на гарантийном телефоне, извините, Талоне. Даже такая вещь там присутствовала, что вообще вполне наши все опасения как бы рассеяло. Но телефон этот не отвечал, соответственно, телефон представителя тоже молчал. Поэтому мы никуда не могли дозвониться и не знаем, что теперь делать. Ну, то есть, практически к концу года. К концу года, потому что... Телефоны молчат, а сайты... Сайты вообще тоже нет. Сайты вообще тоже нет. Сайты вообще. Вот, у меня большая просьба к вам. Помогите, пожалуйста, потому что я как бы сам понимаю, что я уже не маленький. Для пенсии у родителей на шее сидеть. Я не могу так. Дорогой мой, мой тебе респект. Ты очень мужественный человек. Жму тебе руку. Все будет хорошо. Я заделал, берусь. Меня лично это зацепило. Лично зацепило это. Поэтому все, что смогу сделать, я сделаю. Единственное, что я понимаю, телефоны молчат. Мне нужно все равно пакет документов. Нужно как-то хотя бы какие-то концы на этих сволочей найти. Договор копия. Телефоны. Если были документы какие-то, счета, фактуры, что-то, все есть. Будьте добры. Мне нужно поработать, понять, что это за люди. Ну и, в общем, мне нужно время. Обязательно. Все предоставим обязательно. Я, наверное, туда прощаюсь. Очень дружная семья. Я прям за вас. Стараемся, стараемся. Да, да, да. Мы очень рады, что вы приедете. На знакомство. Спасибо вам огромное еще раз. Вам за встречу. Спасибо. Держитесь. Очень мужественный человек. Спасибо. Очень ждем. Очень надеемся на вас. До свидания. Хорошего свидания. Ну как? Как у них вообще ума хватает наживаться на таких людях, у которых горе семейное, я вообще не представляю. Просто не понимаю, что за моральные уроды. Я всегда знал, что у хороших и неравнодушных людей в этом мире больше, чем у пырей и ублюдков. Когда я вижу посты в интернете, когда люди просят о помощи для больных детей, для каких-то своих близких, тех, кто попал в беду. И когда я вижу, как люди отзываются, отправляют деньги, это очень теплое, жаркое чувство, когда люди неравнодушны. Но помимо этого, в сети завелись какие-то сволочи. Я даже не знаю, чем они думают, по какой стороне добра и зла они живут. Я просто не представляю, как можно догадаться делать бизнес, а уж тем более мошенничество на инвалидах. В общем, зацепило. Зацепило, буду решать. Но с чего-то надо было раскачивать эту тему. Для начала я прошерстил все форумы и выяснил, что Сергей и Ольга не единственные жертвы этого мошенничества. На форумах целый поток жалоб, и все они похожи, как две капли воды. Люди через соцсети обращались за помощью в сборе средств. И когда сумма была практически собрана на покупку дорогостоящей импортной техники, на горизонте появлялась некая российская компания, которая предлагала по очень выгодной цене российский аналог. Люди, конечно же, соглашались, потому что в их положении любая экономия денег – это только плюс. Потому что, когда у вас в семье инвалид, вам нужны деньги на реабилитацию, на медикаменты. Да мало ли на какие расходы. И я подумал, что заниматься этим не будет какая-нибудь банда шаромыжников или уличных каких-то прохиндеев. Это связано с производством. Потому что эту технику нужно собрать, упаковать. То есть, возможно, это целая компания. Тогда кто это? Это владелец компании? Он что, планирует ее закрыть, хапнуть денег перед закрытием? Или ему нужен дополнительный доход? Но поскольку техника приходила людям без маркировки, идентифицировать компанию крайне сложно. Тогда я наладил отношения с некоторыми технически подкованными форумчанами и сказал, ребята, разбирайте. Там наверняка есть двигатели, привода. Возможно, по ним получится идентифицировать производителя. Это была хорошая идея. И они мне прислали фотографии и наклеек. Я отправил эти фотки Феликсу. По этим наклейкам Феликс мне узнал не просто название компании, узнал мне ее адрес, производство, московский офис и даже телефон мобильный владельца компании. Осталось только найти повод заявиться к нему в гости. Эдуард Николаевич? Да. Здравствуйте. Меня зовут Влад, я с телевидения. Мы хотели бы сделать сюжет о вашей прекрасной компании. Так. Неожиданно. И не скрою, приятно. Такое внимание от телевидения. Хорошо. Скажем, сегодня в 15 часов вас устроит? Отлично. Отлично, договорились. Тогда пишите адрес. Офис 103. Я буду вас ждать. Отлично. Ну, я знаю этот адрес. Интервью мы тебе устроим. Их обманули. У них малоподвижный парень, а им продали какую-то бракованную коляску. Значит, ее эксплуатировать. Оказалось, что колясками неисправны. Я даже не знаю, чем они думают. По какой стороне добра и зла они живут. Сергей и Ольга не единственная жертва этого мошенничества. Но телефон этот не отвечал. Осталось только найти повод заявиться к нему в гости. Вот честно говоря, вот сейчас надежда только на вас. Ну, я знаю этот адрес. И интервью мы тебе устроим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, вы Эдуард? Да, да, да. А вы Влад, да? Я Влад, да. Очень приятно. Проходите, проходите. Все, как и просили. Съемочная группа. Нам удобнее начать вот с чего. Я бы хотел спросить, вот это ваша же прекрасная коляска, да? Да. Тогда разговор у нас построится так. Интервью никакого не будет. Я к вам пришел предъявить претензии. Вот здесь у меня десятки пострадавших. Это люди, которые купили вашу продукцию, не смогли ее собрать. Она не работающая. Вы почему зарабатываете на инвалидах? Что происходит? Я что-то не понимаю. Кто такой? Я Влад Чижов. Я веду расследование. Все стрелки сходятся на вас. Маркировка продукции ваша. Поставка идет ваша. Я знаю. Вас наняли конкуренты? Абсолютно наплевать на ваше предположение. Я все пробил. У вас отличные доходы, вы успешный человек. А это что, дополнительный домик в Испании? В общем, надо привыкать к тому, что домик надо продать. А вот это все надо возместить. Да я вас, я вас самого засужу и всю вашу банду. Уберите камеру. Уберите камеру, сказал! Камеры мы не уберем. Вы дали согласие на съемку. Вот, ознакомьтесь, пожалуйста, со списком пострадавших. Слушайте, как у вас вот язык повернулся. Как язык повернулся назвать меня мошенником? Вы знаете, что у меня у самого дочь инвалид, парализованная. Пошли вон. Пошли вон, сказал, пока я охрану не вызову. Разбирайтесь. И если это ваших рук дело, возместить расходы придется. Вон! Я что-то в последнее время практически не верю в недоразумение. Но если я ошибся, я первый, кто перед ним извинюсь. В борьбе с мошенниками без наживки отработать не получится. Пока Эдуард Николаевич чешет репу и думает, каким таким хитрым образом коляски с его производства попадают к инвалидам, сломанные и некондиционные, я стал шерстить форумы и вышел на очень интересную девушку Таню, которая через соцсети собирала деньги на покупку дорогостоящего оборудования для своей малоподвижной сестры. Деньги уже практически собраны, и она готова сделать покупку. Татьяна идеально мне подходит в качестве наживки. Моя задача с ней связаться и постараться уговорить со мной посотрудничать. Да, алло. Алло, Татьяна? Да, это я. Здравствуйте. Я ваш телефончик взял на форуме. Меня зовут Влад Чижов. Я веду реалити-шоу «Решало». Хотел бы с вами встретиться. А, здравствуйте, Влад. А что случилось? Пока ничего не случилось, я бы хотел, чтобы вы уделили мне минутку и разрешили нашу встречу снять на камеру и использовать в моем реалити. Но, опять же, если вам, скажем так, тема разговора покажется важной... Ну, хорошо, давайте попробуем. А когда? Если не сложно, давайте не откладывать. Можете сегодня в конце рабочего дня? Ну, я постараюсь. Давайте вечером, да. Тогда я вам сейчас пришлю адрес и название кафе, ну и, соответственно, время. Если вас все устроит, просто напишите «Окей». Я подъеду и буду вас там ждать. Я хорошо, Влад. Я поняла. Спасибо вам большое. До встречи. До свидания. Здравствуйте. Вы Татьяна? Здравствуйте, Влад. Я Влад Чижов. Откуда вы меня знаете? Я вас знаю. Я смотрела все очень хорошо. Разнаком. Что с вами? Здравствуйте. Я надеюсь, ребята не пугают вас. Мы вроде с вами договорились... Скараюсь как-нибудь. Вот. И я понимаю, что вы тоже собирали деньги. Расскажите поподробнее. Ну, у меня сестра после инсульта у нее парализовала половина тела. И мне, естественно, пришлось копить деньги на коляску, чтобы она смогла сама передвигаться. Потому что я сама работаю, я не могу все время с ней находиться. Часть денег у меня уже была. Часть денег я собрала в интернете. Добрые люди, к счастью, помогли. Правильно я понимаю, что вы практически всю сумму собрали и уже готовы сделать покупку? Да, я уже выбрала подходящую модель. В принципе, готовы уже ехать и забирать. Я прошу вас повременить. Почему? Дело в том, что я сейчас помогаю одной семье. Там молодой парень. Повал в аварию, в общем-то, стал, мол, подвижным. И у них ситуация была, как две капли воды, похожая на вашу. То есть они обратились к людям за помощью, собрали деньги. И, в общем-то, дали информацию о том, что деньги собраны, и они готовы покупать вот дорогое кресло электрическое. Вот на горизонте нарисовались мошенники. Предложили им за меньшую цену другое кресло с теми же функциями. Все сделали оплату, а они их кинули. Помогите мне найти этих уродов, потому что поймать их очень сложно. Ну а как я их могу поймать? По-вашему. Вы меня простите, я хочу, чтобы вы стали моей наживкой. Я больше чем уверен, что жадность возьмут вверх. И они с вами свяжутся и предложат свои услуги по цене дешевле, чем вы готовы купить. В этот момент связывайтесь со мной, и уже все дальнейшие действия будут под моим контролем. Безопасность я вам гарантирую. Вы знаете, чем я занимаюсь. Это да, поэтому я... Ну, ладно, хорошо, я вам помогу. Только если вы мне обещаете, что я не останусь без коляски. Не останетесь, это я вам обещаю. Все будет хорошо. Спасибо вам за помощь. Вам спасибо. До свидания. До свидания. Хорошая девушка, забудьте о сестре. Это Влад Чижов. Вы на громкой связи говорите. Добрый день, Влад. Это Эдуард Николаевич. Я хотел бы извиниться за свою вспыльчивость. Знаете, не держался. Бывает со мной такое, боюсь, никак не получается. Не стоит извиняться, я же не телочка, чтобы на резкости в обморок падать. Говорите, какой повод для звонка? Я узнал, Влад, чем вы занимаетесь. Это дело полезное. Скажите, а кто конкретно обратился с жалобой на эту плохую коляску? Так, в общем-то вопрос вы задали конструктивный, впервые за все время нашего общения. Скажу так, есть прекрасное семейство, там Сергей и Ольга его супруга, у них сын Роман. Паренек разбился на мотоцикле, вот, они в соцсетях собирали деньги на дорогую коляску. В итоге появился человек, представился как от вашей компании, в общем, продал коляску, коляска не работает. В общем, вся эта история оптимизма не прибавляет, но в целом я вам рассказал ситуацию. Признаю, и я косвенно виноват, что этот телековид попал к парню. Знаете, не проследил. Да, история, с которой вы ко мне пришли, получила интересное продолжение. Я не хочу говорить по телефону об этом. Вы не могли бы подсказать ко мне в офис буквально сейчас? Да, Эдор, это конечно, могу приехать прямо сейчас. Ну, отлично. Ну вот, чувачок, кажется, маленько остыл, одумался, какой-то конструктив у него появился. Ну что, едем к нему. Все стрелки сходятся на вас. Уберите камеру. Уберите камеру, сказал! Я стал шерстить форумы и вышел на очень интересную девушку Таню. Вы меня простите, я хочу, чтобы вы стали моей наживкой. Я не хочу говорить по телефону об этом. Мы не могли бы подсказать ко мне в офис. Ну вот, чувачок, кажется, маленько остыл, одумался, какой-то конструктив у него появился. Ну что, едем к нему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты же всех нас с грязью смеша, ты это понимаешь? Никому ничего не продавал. Не продавал? Это бред. А накладные тобой подписаны? По записи с телекамер? У тебя у дебила? Даже ума не хватило? Не грузить. Не нужно оскорблять. Не грузить, не ликвид самому. Меня не нужно оскорблять, еще раз повторяю. Ну, две-три единицы неликвида, ненужного металла. Панику такую поднять, и тем более еще обвинять меня в этом? Ну, что уволю я тебя, это к гадалке не ходи. Я так понимаю, что здесь уголовкой попахивает? Алексей, для того, чтобы ты понял серьезность ситуации, я тебе скажу так. На организатора ты, конечно, не похож. Ты куда-то это все продавал. Само собой. Значит, продавал. В общем, послушай меня внимательно. Я к этому делу добавлю, Алексей, уже не смешно. На два миллиона исков. Это тех людей, которых обманули. Бедные инвалиды, которые отдавали последнюю копейку, покупая неликвид, как настоящий. Кому ты скидывал товар? Кому? Ты один сейчас за них сядешь? Один. И срок будет приличный. И два ляма сверху. Если ты не сдашь этих людей, ты сядешь один. Организуй мне встречу. Сегодня. Алло, Кость. Привет. Да, это я. Ну, в общем, поговорить хотел с тобой очень серьезно. Надо увидеться сегодня вечером. Да, давай в полседьмого. Давай около нашего бизнес-центра. Хорошо. Будешь, да? Я тебя понял. Жду тебя. Давай. Эдуард Николаевич, до полседьмого. Сделайте так, чтобы Леша из города у нас никуда не уехал. Пойдешь на встречу со мной. Он никуда не уедет. Я сделаю. Сделаю. Живи пока. Ну вот и взяли. Никуда теперь не денется. Когда вы находитесь в беде, вы очень уязвимы. Вы хватаетесь за каждую соломинку. Вы ищете помощь в интернете. И в этот момент мошенники пользуются этим. Под видом помощи проталкивают свои темы и разводят вас на деньги. Алло. Алло, Влад, это Тачина. Да, Таня, здравствуйте. Таня, а вы уже договорились с ним о встрече? Отлично. Тогда скидывайте адрес, я сейчас приеду к вам. Ой, спасибо, я буду ждать. До встречи. До свидания. Ну что, головоломка потихоньку складывается. Для того, чтобы провернуть такой кидняк, этим людям нужна целая команда. Ну, во-первых, есть контора, левая контора, которая паразитирует на теле уважаемой компании. В этой компании сидит крот, который ворует либо как-то сносит некондиционные детали и запчасти. Но это еще не все. Есть некий скупщик, который возит это на производство. Там уже из этих некондиционных деталей собираются изделия, которые не работают. Но для того, чтобы эта схема как-то ворочалась, должны быть люди, которые шерстят интернет, соцсети, ищут потенциальных клиентов, людей, которые собрали деньги на дорогостоящие оборудования для инвалидов. Они в нужный момент появляются у них на горизонте, предлагают свои услуги и продают. Будем надеяться, что это наш карась, и через него мы размотаем и возьмем главаря. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здравствуйте. Ну, как мне осмотрительно с вашей стороны? А где спросить? Кто там? Я в глазок посмотрела. А если бы я замазал? Ну, тогда бы я, наверное, спросила. Сейчас я дверь закрою, можно? Чай, кофе, может, хотите? Да нет, спасибо, Тань. Давайте лучше по делу. Когда обещал приехать курьер? Ну, мне сказали, что в течение трех дней, а какой день точно не сказал. Да, ты не назвал, да. Если появится этот курьер, не отказывайтесь подписывать договор. Но ваша задача – потянуть время. То есть, как только появляется курьер, вы мне отправляете смс, что он у вас дома. И тянете время. Мало ли, где я нахожусь, мне нужно хотя бы полчасика для того, чтобы подъехать. Хорошо, что-нибудь придумаю. Я хочу поставить у вас камеры наблюдения, для того, чтобы срисовать как минимум лицо этого мерзавца, если не удастся его как-то задержать. Ну, хорошо, а можно только не везде ставить? Нет, конечно. Этот стол – прихожая. Я думаю, что не сильно вас затруднит. Тогда приступим. Так, и в коридоре еще одно. Все, до свидания. До свидания. А сейчас возвращаемся в офис к Эдуардову. Алексей нам обещал устроить встречу со скупщиком. Мы же его уговорили. Ну, не то, чтобы уговорили. Просто выбора у нее не было. Это не он. Точно, да. От Хачекина. Что-то какой-то суматошный, нет? Представишь меня своему другу Алексею? Это Влад. Как тебя зовут-то? Какая разница? Я тебе карту открою, и будешь сам считать, какая тебе разница или нет. В общем, ребята, вы попали очень серьезно. Я тебе просто говорю, как есть. Алексея взяли на краже неликвида. Он его сливал тебе. Куда ты там его девал? Сам продавал. Если сам продавал, ждет тебя тюрьма. Причем по очень приличной статье. Убежать, что ты хочешь, я не пойму, у тебя вид такой. Ты шарашишь, вон камеру видишь, и фейс твой срисовали, и номера с твоих машин. Пять-шесть часов я тебя найду, где бы ты ни был. И поверь мне, я тебя упакую по полной программе. Леша в полиции запоет так, как мало не покажется. Кому ты сдавал колечки? Давай лучше по-хорошему. Просто люди серьезные уже. Давай делаем до конца это дело нормально, и все. Да это... Ну что, пи***, Андрюх, надо пи*** говорить. Да заткнись-то. Сам заткнись-то. Заговорил же, пи***, попадем. Вот ляль какой-то. Да не я это все, это... Это Вася. Я ему товар отвозил. А он уже развозил всем. С боссом он встречался, я его в глаза не видел. Где его искать? Да я понятия не имею. Я знаю, где твой Вася. Поедешь со мной, опознаешь его. Что мне делать? Все, свободен пока. Садись. Да если все разрешится нормально, ни одного твоего видоса нигде не будет. Ни одна девочка прислала смс. Видимо, твой дружок Василий пасется у нее. Там камеры стоят, а здесь монитор. Узнаешь его? Вот, смотрите, вот сам довор. Я вам сейчас все покажу. Вы хотите чаю? Давайте чаю сделаем. У меня такой к чаю вкусный? Давайте, конечно. Сейчас. Вроде он. Здесь вроде не подходит. Это он или нет? Ну, здесь плохо видно. В общем, сейчас поедем туда. И как обещал, если сделаешь все правильно, отскочишь чистым. Устрою вам очную ставку, опознаешь его и все. А моя подруга сейчас потянет время немного. Готов? Просто опознаешь и уйдешь. Посмотрите. Что ты тут делаешь? Какого? Ты вообще сюда приперся? Да, это он. Ему я товар привозил. Кто это с тобой? Андрей, подожди меня в машине внизу. Хорошо. Что так занервничали от простого визита вечернего? Всего-то на всего. Звонок в дверь. Что так колотит-то? Я с вами не знаком вообще-то. Да не надо вам со мной знакомиться. Смысл какой. Ну что, будем рассказывать, как продаем фуфловые коляски? Я не знаю, о чем вы говорите. Я впервые слышу. То есть все оборудование, оно ликвидное, проходит сертификацию. Василий, ты сам-то себе веришь, что ты говоришь. Вы, молодой человек, в таком... У вас столько проблем. У меня есть доказательства. Одно стоит внизу, на первом этаже, которое при первой же возможности в протоколах напоет все. Второе доказательство – это тот, который воровал с завода некондиционные запчасти, из которых вы собирали коляски фуфловые, сидит в офисе под контролем и споет не менее звонкую песню. А третье доказательство – смотрите, какая приятная рожица ваша. Договорчик оформляете, уговариваете клиента, рассказываю, как схема работает. Я не могу, у меня будут проблемы. А не у тебя и так уже есть проблемы. Знаешь, какая твоя основная проблема? Ты дури, ты молодой парень, тебя используют. На тебе сейчас уголовная статья. Рассказывай. Хорошо, я расскажу. Я не организатор, это все другой человек. Организатора зовут Илья. У него небольшой офис. Там заключаются все доллара, все бумажки. Как работает бизнес, расскажи. У Ильи есть несколько помощников. Это студенты. Они целый день сидят в интернете, ищут потенциальных клиентов. Когда их находят, для них создается сайт. После того, как сделка совершилась, сайт исчезает, его удаляют. И люди не могут найти после этого концов. Ну если бы ты не знал, чем ты занимаешься. Ну ты же понимаешь, что ты делаешь. Ну чем ты думаешь, ты объясни. Деньги нужны, но не таким же способом. Давай этого Илью. Как его найти? Договаривайся с ним о встрече. Я не смогу, он не встретится. Значит, придумай какую-то тему, чтобы он встретился. Сдавай Илью. Или пойдешь паровозом. Я этим заниматься не буду. Просто передам, и придут к тебе кто нужно. Люди в погонах. Хорошо, я все сделал. Звони сейчас. Договаривайся на завтра. Сдашь Илью, соскочишь с этого дела. Обещай, отпущу. Алло, Илья. Да, привет. Да, все нормально. Слушай, тут появилась партия. Да, и просят ее очень быстро забрать. Потому что там должна быть ревизия, проверка. Вот, нужно это сделать срочно. Да, да. Хорошо, привезу. Да, давай завтра. Все. Хорошо. Да. Завтра утром. Да. Да, пока. Завтра. Завтра утром. Василий, пиши адрес свой. Я завтра перед встречей заеду. Зашли я в адрес. Вот это все видео со всеми документами пойдет куда надо. Уедешь надолго. Телефон свой пиши. И запомни, скроешься, будет еще хуже. Я все понял. Таря, я думаю, нам гостя надо проводить на воздух. Да, да, я пойду. Дело сделано, друг мой. В общем, тебе совет. Задумайся пока, молодой. Потом поздно будет. Ну что, пазл сложился. Есть такое ублюдо-колея, который организовал бизнес по продаже сломанных некондиционных инвалидных колясок. И, в общем-то, есть все материалы для того, чтобы отправить этого чувака всерьез и надолго. Есть три подельника, которые с радостью его вломят. Но что-то мне кажется, что для него это будет слишком просто. Я думаю, устроить этому уроду завтра день совести. Познакомлю его с родственниками людей, которых он кинул. Пусть он им в глаза заглянет. Так что день у него завтра будет очень непростой. У нас пропал неликвид. И выяснилось, что ты его продавал. Кому ты скидывал товар? Алексея взяли на краже неликвида. Он его сливал тебе. Да не я это все. Это Вася. Я ему товар отвозил. Если появится этот курьер, не отказывайтесь подписывать договор. Есть такой ублюдок Илья, который организовал бизнес по продаже сломанных некондиционных инвалидных колясок. Что ты делаешь? Рассказывай, как схема работает. Здесь прямо еще. Прямо вот поворот. Нет, следующий. Вот здесь? Да, вот здесь. До сидения дергайся. Нормально все будет. Спокойно. Он не откроет. Откроет. Тебе откроет. Илья, это Василий. Я товар привез. Открывай. Так, Вася, ну заходи. Давай, я кто-то сказал. Здравствуй, Илюша. Разговаривать сейчас будем. Ты кого мне привел? Я за тебя сеть не буду. Слышь, ты что, обалдел? Успокойся и послушай. Это люди, которых ты кинул. Людям, которым ты продал свои фальшивые коляски. Тихо, возвращай. Вы кто вообще такие? Вы на моей территории находите. А ну, парни, п***ь. Пошли. Прекрати. А ну-ка, тихо, тихо. Котина твоего ребенка не взялся. Я ментовку. Ментовку сейчас вызову на вас. Вы что? А ну-ка, сядь и послушай. Сядь и послушай. Ты про ментов спросил? Едут сюда менты. И не какие-нибудь районные. Едет УБЭП. Так что поедешь ты в нужном направлении. И если ты думаешь, что ты отсидишь годик-два-три, придешь и жировать на вилле будешь? Нет. Я знаю, где твое имущество. Ты им всем заплатишь. Всем. Я сам работаю. Я нормально работаю. Сидеть тебе будет плохо. Наживался ты не просто на здоровье детей, а детей инвалидов. Там тебя на тюрьме неправильно поймут. Сиди и размышляй. Мы сейчас едем к Эдуарду Николаевичу. Он просил приехать вместе с вами. Действительно, маркировка на вашей коляске с его завода. Он просил организовать встречу. Если честно, с какой целью он это делает? Мужик оказался хороший на самом деле. «Айди». Играет музыка. Эдвард, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Вы хотели познакомиться с моим подопечным. Вот прошу любить и жаловать. Ольга, Сергей. Очень приятно. Это как раз родители того мужественного парня Романа, собственно, который попал в эту историю с коляской. Вы извините, что мы вас сдернули, но мы так подумали, что... Ну, в общем, вот. Вот коляска для вашего сына Романа. Деньги отдадите потом, когда по суду вернут вам то, что у вас украли. Это история долгая, а Роману нужно жить сейчас. Так что забирайте. Мы просто совсем не ожидали. Понимаете, это история. Ну, люди, я понимаю, что разные могут быть. Это больно, ну, просто неожиданно. Вернуть Владу, ну, это совершенно просто сказка. Все хорошо. Забирайте. Берите. Сейчас придут люди, они вам помогут. Помогут загрузить, все будет хорошо. И от нас, от нашей фирмы, большой привет Роману. Спасибо большое. Просто не верится. Спасибо, спасибо. Я верю, что всего вам будет хорошо. Всего хорошего. Забирайте. Спасибо. Эдуард, спасибо тебе. Настоящий ты мужик. Все-таки мы уникальный народ. Фатальные трудности. Людей расслабляет и угнетает. У нас все наоборот. Мы становимся сильнее и крепнее. Вот так же и в этой семье. Если бы вы видели, сколько жизней в глазах этого молодого парня Романа. Как он хочет продолжить жить. В таких ситуациях ни в коем случае нельзя опускать руки. Потому что мошенники, как стервятники, они только этого и ждут. И запомните, только те, кто не опустил руки, только этим людям везет, и они побеждают. А Татьяну я обязательно познакомлю с Эдуардом Николаевичем. Я думаю, что он сможет изготовить ей под заказ оборудование для ее сестры. Оно ей так нужно. Субтитры создавал DimaTorzok